Привет всем, дорогие друзья, Джессар1989, инстаграм, телеграм в описании, подписывайтесь, буду рад. И, конечно же, на стримы приходите, лайки ставьте, видео смотрите, в общем, всё будет зашибенски. Гриль 15, лестовский, у которого 7 градусов углов склаяния орудия, да, если кто не знал. Но почему? Там ему дали турбо-форсаж, у нашего героя просто форсаж. Я вот этого не понял немного. Это как так? И сводки этой нет. Ну, типа, прям трындец, странно, да, калибровки прицела, там, ты-ты-ты, ну, 7 градусов углов склаяния орудия, всё. Эта гриль вообще по-другому может играться, совершенно. Ну, вот, ничего общего не будет с тем, что сейчас представляет собой гриль на ВГ. Углы склаяния орудия для этого танка, он только трындец решают. Мы потеряли Шеридан. Сразу же. Дефолтная ПТ-позиция у нашего героя. И есть ещё в поле, как бы, Т-92Е1 подсвечивает Батчат. А Батчат сейчас низиком поедет. Ну, и, конечно же, тем самым напорится на ствол гриля. Оп. Всё. Понятное дело. Ну, ладно. Дело тому, что непонятное, что там было пробитие. Но, учитывая нашивку, пробитие произошло. То есть, поначалу, оп, просто, дефолт-позиция, есть две тычки, и урон пролетел выше среднего. Оба раза. Тысяча двести с копейками там, да, а тут, скажем, пятьсот восемьдесят. В серединке, получается, урон у гриля пятнадцатого. Так. Я сначала подумал, что, может быть, блин, ну не может быть так много урона. Типа, а вдруг нубка? Нет, нихрена, больше десяти тысяч боёв у нашего героя. И никакой нифига не твинг. Вот так вот. Получил шестьдесят ТП, и есть ещё Мойша. Видит ли он нас? Оп. Быстро уезжать. Ну, судя по всему, он отстрелялся. По крайней мере, было похоже на то. А сейчас вот уже что-то не похоже. Но казалось, что кто-то стрелял там. Причём в нашу сторону. Возможно, просто показалось. Опять же. Отлично. Пока что просто выехал, дал тычку по разряженному танку. Что очень важно видеть, когда противники отстреливаются. И оп. Мойша не удаётся. Нашим героям удаётся. Потому что что? Гриль пятнадцать. Но всё-таки достаточно точный, когда не двигается. А так у него стабилизация орудия примерно на нуле. И на ходу что-то сделать очень сложно. Двести двадцать один. Кто же там дальше стоит? Настолько матёрый и мощный. Шесть АТП предпочитает забирать в дудя. На данный момент ИС-7 ещё живой. Бабаха ещё живая у нас. Да вообще много живых в команде. Мне тут перечислять пока смысла нет. 498 получает. 981 остаётся. 60 ТП делает своё дело. А сзади у нас уже прибирают. Прибирают 183-го второго из нашей команды. Делает это батчат. Но по нему тоже удастся отстреляться. Раз. Прекрасно. Отлично. Опасный танк забрали. Самые быстрые танки, если они забираются к концу боя. И ты не остаёшься в одиночку против них. Тогда шансы выиграть достаточно сильно возрастают. Теперь осталось дождаться батчата. Нет, ваш батчат, конечно, поедет низом. Выйдет с другой стороны. В общем, сделает всё. Лишь бы было не так. Но самый непонятный для меня момент. Он будет сейчас и здесь. Есть конвей у противника. Тут всё понятно. Тут всё хорошо. У нас есть Т-92Е1, а там есть конвей и вот 60ТП подъезжает. У нас сломан двигатель. Очень неприятно. Когда танк подвижен. Оп! Это тоже было неприятно. Конвей. А вот это вот 292. Это фугас, я так понял, да? Но в этом случае бы кого бы забрал конвей? Кого он бы забрал бы? Друзья, вас бы забрал бы и меня бы забрал бы, да? Вот это меня и интересовало. Я что-то проглядел этот момент. Попадает тут, видимо, фугасом куда-то в пушку Т-92Е1. Ну или рядом. И урон особо не проходит. Всё. Конвей нашего героя не забирает. Но у него есть ещё один. Ещё одна возможность. Смотрите. Наш герой на отстреле. Да? 9,2 секунды ещё КД будет. А этот всё равно смотрит на Т-92Е1. И больше ничего ему не надо. Подъедь ближе. Выстрелив гриля. Это сейчас более важно. Выстрелить именно в гриля. Всё. Потому что гриль тебя может забрать с тычки. Если 652 ещё и вылетает. Разовый урон хороший. Там есть 183. Можно его дождаться. Всё. И было бы не 7 с копейками урона сейчас. А было бы уже дано всё. Вот этот момент, он был переломный. Конвей, да. Это самый слабый игрок той команды. 42 или 43 процента побед. Он что-то... Ну... Всегда. Какой бы игрок против вас ни был. Он заберёт вас шотного. Ну, в любом случае. Он не будет стрелять во всякие Т-92Е1. Это, блин, шанс один на миллион. Что случится именно так, как здесь случается. Согласитесь. Это очень сложно. На самом деле. Представить. У вас. Вы стоите кормой. Сзади конвей. А он стреляет по вашему союзнику. Как же так? Очень страшно нарваться и на 183-го. Потому что, чем бы он ни стрелял, будет очень больно. А он фуловый. И как бы опять нужно разводить, разводить, разводить на выстрел. И вот здесь вот углы склеения орудия в таких ситуациях могут пригодиться. Опять же, я тебе говорю, 7 градусов, да? В блице варгейминговском. Там сколько у нас? Пять или четыре? Во лбу. Имеется ввиду. Не поворачивая на борт. И бабаха приближается со звуком ту-дун, ту-дун. Вот. Вот это было очень важно сделать в данном этапе. Развести его. Тот разводится. Но остается только голда. И поэтому и урончик не прошел. И фугасиком будем добирать. Хорошо, что адреналин был. Видите, вот на 183-м одна ошибка, и ты ошибся. Да, на любом суперкрупном калибре и просто крупном калибре одна ошибка, и ты ошибся. То же самое может быть и на гриле с тобой. Когда ты на гриле выстрелил, а там, например, какой-нибудь Т-100 ЛТ. Ты в него не попал, и он тебе... Ну, ладно, объект 140. И он тебе со своим КД дважды успевает прокинуть, пока ты перезаряжаешься. А это не самый хороший вариант. Вот он. Вот он, наш герой. 9400. Ровно. Делает топ-урон по аккаунту. И 1926 чистого опыта. Без всяких приколюх. Инстаграм, телеграм, в описании. Там же моя почта. На почту replays.polls. Боевой статистики. Пишите сервер Wargaming или Lesta. Обязательно. Ну и до новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok